В режиме видеоконференц-связи в Доме правительства обсудили программу социально-экономического развития Чувашии по направлению культура. Показать аутентичность Чувашского края, преемственность поколений, заинтересовать гостей интересными фактами и событиями, внедрить в культуру современные технологии. Такие задачи стоят перед отраслью. Культура должна стать инструментом развития экономики. Я предлагаю что, Игорь Ильич? Во-первых, определить перечень музеев, которые действительно для нас важны на федеральном уровне. Безусловно, Абриан Николаев, безусловно, музей Чапаева, Лобачевский, Бичурин. И наш национальный художественный музей, в том числе русского, где у нас есть Левитана, Айвазовский, Куинжи. И мы понимаем, что на Левитана, на Адуванчиков и на Айвазовского люди из теплохода, которых в прошлом году вышло 57 тысяч человек, выйдут и пойдут. На Айвазовского пойдут. И как минимум жители Чувашии пойдут. Но мы с вами постоянно об этом говорили. И то есть, если мы говорим про музеи, давайте остановимся на том, что нам действительно важно, во что нужно вложить для того, чтобы это развить. 67% населения республики говорит на родном языке. По численности Чуваши в числе пяти народов России. Богатая культура, удивительный язык, ремесла. А еще уникальные памятники старины. У республики есть все возможности стать узнаваемой. Одна из важных задач отрасли – заняться брендированием районов и городов. Ведь у каждого из них свои особенности и преимущества. Для работников культуры будут организованы обучающие курсы по этому направлению. Нами будет уделено приоритетное и специальное внимание развития современного профессионального искусства Чувашской республики, а именно поддержки и стимулирования развития национальных направлений в творчестве современных талантливых профессиональных мастеров искусств Чувашии. Для составления дорожной карты не так много времени. Надо успеть сформировать все предложения, чтобы получить финансовую поддержку федерального правительства. Продолжение следует...